Продолжаем обсуждать ответные санкции с главами российских регионов. Гость нашей студии губернатора Тульской области Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. В каком состоянии сегодня сельское хозяйство Тульской области? В этом году мы ожидаем хороший урожай. Первый миллион тонн зерна мы собрали сегодня. И в принципе мы должны выполнить те планы, которые были у нас установлены накануне урожая. То есть более полутора миллионов тонн зерновых. Хочу сказать, что и у наших соседей в Курской области они собрали уже более трех миллионов тонн. В Орловской два миллиона тонн. То есть урожай в этом году хороший, пшеница хорошая. И по основным культурам, по которым мы производим, у нас мы ожидаем хорошую урожайность. И хочу сказать, ну по зерновым, например, средняя урожайность более 37 центнеров с гектара. То есть регион себя обеспечит, еще и хватит... Мы даже, мы регион донор в этом смысле, потому что мы потребляем меньше продукции, чем производим. По той номенклатуре, которую мы производим. А основные рынки сбыта, так скажем, это все-таки внутри страны или что-то за границей тоже идет? Что-то продается и за границу. То есть по зерну мы потребляем меньше, где-то миллион-миллион сто тысяч тонн. А соответственно избыток это продажа, либо соответственно на территории Российской Федерации, либо экспортируем. Вот эти меры, о которых мы сегодня говорим, контрмеры, ответные санкции, они как-то могут сказаться на вашем регионе? Я думаю, что это окно возможностей во многом. Потому что для наших крестьян появляется возможность дополнительно начать производить ту номенклатуру, которую раньше импортировали. Хочу сразу заметить, что меры государственной поддержки по селу на сегодняшний день они достаточны, но все-таки, имея сегодня такую возможность, нужно эти меры увеличить. Хочу сказать, что сегодня мы провели заседание правительства Тульской области, где обсудили соответствующее постановление правительства России, указ президента России Владимира Путина. И мы думаем, что по новой номенклатуре, которую мы могли бы производить, мы предусмотрим новые меры государственной поддержки. Например, по рыбе. То есть у нас достаточно большой объем водной поверхности, соответственно мы можем производить больше рыбы, которые могли бы обеспечить не только свою территорию, но и наших соседей. Давайте, чтобы нам было понятнее, вы говорите про номенклатуру. Что это? Что производят? Ну, это производство у нас, вот смотрите, сахарная свекла, пшеница, ячмень, рапс, кукуруза. Это вот та номенклатура, которую сегодня производят основная, это по растительным. Мы являемся вторыми производителями в стране по индюшатине. Почти 30 тысяч тонн, это достаточно большой объем. На первом месте это Ростовская область, мы вторые. Мы производим много мяса кролика. К сожалению, у нас в этом году было несчастье, у нас была вспышка африканской чумы свиней, и у нас было уничтожено почти 60 тысяч голов свинины. И в этом году мы предусмотрели дополнительные меры государственной поддержки. И два больших комплекса мы будем на сегодняшний день строить, которые будут введены в эксплуатацию уже в 2015-2016 году. Большой объем производства яблок, груши, то есть вот та же знаменитая Белевская пастила, она производится из Антоновки. Это действительно вот те яблоки, которые производятся у нас в Белевском, Адоевском, Суворовском районах. То есть ягода, большая номенклатура тоже. То есть здесь в этом смысле у нас, конечно, у нас не растут бананы и ананасы, но хочу сказать, что... Но это не основной продукт потребления, скажем. Это не основной, это совершенно точно. По молоку мы неплохо выглядим, хотя, конечно, количество молочных хозяйств у нас уменьшилось, но сегодня мы запустили уже новые хозяйства, которые в этом году мы планируем увеличить производство молока на 15%. Скажите, вот сегодня мы целый день говорим об этом, говорим с разными губернаторами, и вроде все неплохо, и производится, и растет. Почему тогда мы столько закупали? Ну, знаете, тут, наверное, вопрос же еще логистики. Вот элементарный вопрос. Я был позавчера у одного из наших сельхозпроизводителей, который производит картошку. Они производят почти 100 тысяч тонн картофеля. Вот цена, по которой он отпускает в сети, составляет 8 рублей 20 копеек, 7,80. В сетях вы дешевле, чем 15-18 рублей за килограмм, уже картошку не найдете. Другой производитель поставляет 6,50-6,80 в одну из западных компаний, компанию «Метром». Эта же картошка стоит в районе 20 рублей. И вот здесь, конечно же, многие торговцы, они были выстроены в взаимоотношения с импортными, с импортерами. И вот на сегодняшний день у наших крестьян появляется возможность как раз заместить тех импортеров, которые были. И здесь вопрос кооперации. Ну а как изменится для них цена? Для производителей? Для производителей цена может увеличиться, потому что появляется за счет того, что у нас уходит импорт. И, соответственно, нужно обеспечивать спрос со стороны жителей, со стороны граждан. Поэтому закупочная цена даже для производителей может увеличиться. Это появляется дополнительная возможность. Вы думаете, что торговые сети будут больше платить производителям? Вы знаете, тут сложно сейчас сказать, как все разложится окончательно. Потому что это во многом зависит от логистических связей в каждом конкретном регионе. Но поверьте мне, что возможностей у наших крестьян появляется больше. Но без импорта все равно не обойтись. Да, есть товары, которые мы просто не производим. И эти товары мы можем закупать. Это вопрос, где закупать. Мне кажется, это вполне корректно, когда, скажем, те же оливки мы будем закупать не в европейском сообществе, а будем закупать в других странах. Это может быть Тунис, это может быть Турция. То есть это вопрос просто выстраивания новых товарно-денежных отношений. И здесь практически вся продукция, которую мы потребляем, она может быть закуплена в других странах. Но вот что касается продукции, которую все-таки мы сами производим и которой нам не хватает. Как по-вашему, нужно искать, переориентироваться на другие рынки? Или все-таки делать акцент больше на внутреннее замещение, на внутреннего производителя? Мне кажется, нужно двигаться по двум направлениям. И выстраивать новые торговые отношения, новые торговые связи. И, конечно же, поддерживать наших производителей. Вот я приводил пример по индюшатине. Вот производитель, это достаточно крупная компания, которая работает в Тульской области. Они начали свою работу 12 лет назад. И они импортировали около 1 тысячи тонн мяса. Но сегодня они производят почти 30 тысяч тонн индюшатина уже на территории Тульской области. И они продолжают расширяться. Это вопрос умения презентовать свою продукцию, умения убедить потребителя в том, что это качественная продукция, что она экологически безопасна. Но потом, вы же прекрасно понимаете, когда вы имеете свежий продукт, который, что называется, только с ветки на полку, или тот продукт, который вам везли минимум 3-4 дня. Совершенно разное качество продукции. Поэтому, конечно, нужно выстраивать и новые торговые отношения, и поддерживать нашего сельхозпроизводителя. Почему-то та продукция, которую везут, издалека, казалось бы, а стоит она дешевле, чем, предположим, зачастую товар отечественных производителей. Нет, поверьте мне, что я очень глубоко разбирался во всех этих моментах. Это не так. Наши продукции, на примере картофеля, я вам рассказал, что действительно... На примере мяса, например. Если вы посмотрите, опять же, мясо свинины, которое производят, Белгородская область, например, у них почти 3 миллиона тонн голов скота, свинины. И они, на самом деле, производят качественную, хорошую продукцию. Бывают пики, по разным причинам пики роста цены. Но эти пики также проходят, и цена дальше выравнивается. Все равно, качество, оно должно определять и стоимость. Владимир Сергеевич, буквально минуту у нас остается меньше даже. Роста цен не будет? Может быть, небольшой краткосрочный, скажем, всплеск. Но я думаю, что в течение месяца-полутора, мне кажется, он полностью будет урегулирован. Спасибо за ваше интервью. Напомню, что гостем нашей студии был губернатор Тульской области Владимир Гроздев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова